всем большой привет ребята девчонки и мальчишки как я вас называю да и это видео сегодня будет посвящено косметике поэтому ребят если вам есть что делать делайте наверно вам это будет ну вообще никак не интересно а мы с девчонками начнем поехали ой девчонки сразу начну так косметики у меня здесь немного во франции потому что даже не знаю почему потому что мне хватает как ты того что у меня есть и я обхожусь вот значит как только мне чего-то не хватает вот как было вот этими тенями у меня что мэйбеллин да вот я вам показывал их вот это вот палеточка вот это не удавая вся которую я купила как только приехала во францию в этом году пошла сразу в магазин корпус продуктами и не могла пройти мимо нашего дела с вами сразу туда заглянула увидела вот эту расцветку да вот эту палетку с этими цветами и знать просто не могла вот я ее взяла и купил я упала я поняла что вот мне нужно у меня вот этого нету и мне нужные такие такие прямо еще раз да такие нежные нежные цвета все все нюдовые она так и называется нюдовая палетка от мэйбеллин вот так что вот так вот у меня обстоят дела да если что-то очень нужно и мне что-то очень нравится и мне мозг там дает сигнал до что мог вот без этого ты из магазина не уйдешь значит я беру и покупаю если я иду и там да считаю ворон тут посмотрела как нравится там посмотрела все неплохо но при этом я как бы до спокойно ухожу я знать больше не возвращаюсь как говорится вот значит раз я начала с теней тогда тенями продолжим еще у меня есть тени вот такие вот я вам сейчас их покажу это диор вот диоровские тени выглядят они вот так вот четыре цвета и цвета тоже такие нюдовые палеточка в таких да здесь сколько пять цветов и сложно мне даже цветать и охарактеризовать ребят наверно на камеру на я надеюсь что будет видно такой розоватый белый но не совсем белый какой-то нежный как кофе с молоком более темный до для контраста ну и еще как бы до кофе с молоком но другого оттенка и с блестками это матовый кофе с молоком а это а вот все остальное блесточками вот вот такая вот у меня палеточка есть чем разница вы спросите вот вот эти вроде бы нюдовые и вот здесь тоже достаточно много вот таких вот да тоже вот и белые есть вроде бы и розоватые есть и коричневые есть тоже но вы знаете они разные они абсолютно разные потому что конечно здесь вот польши здесь есть жемчужный такой который мне очень нравится и мне очень идет жемчужный здесь есть серый такой знаете как это не просто серый а такой какой-то немножко мышиный, асфальтовый, что ли, серый. Здесь есть и розовый разный. Вот тот, не розовый, скорее, я неправильно сказала, а он такой, знаете, лососевый, такой светлый-светлый лосось. А здесь именно такой нежный-нежный, какой-то вот прямо нежный девичий розовый. Плюс здесь такая роза чайная, такая роза, такой оттеночек есть. Плюс к этой розе чайной есть оттенок более такой, более глубокий, и более яркий, более живой такой виван, насыщенный. Вот, поэтому и есть еще такой, вы знаете, что-то между золотом и вот такой цвет, какой у меня вот, да, на кофточке, но только более такой вот глубокий, профон, да, и более, и с блесточками. То есть, знаете, они разные палетки эти на самом деле. Вот, значит, из теней. Продолжаем по теням. Вот такая палеточка маленькая от Клиник. Сейчас я вам покажу. Вот это у меня Клиник. Я надеюсь, что там видно. На камере. Вот. И здесь вот такие вот цвета. Сейчас я покажу вам. Три цвета. И опять же, ребят, мудовые все, да? Все такое натуральное, естественное, без каких-то кричащих. Ну, знаете, просто если учесть, что мне сейчас скоро будет 44 года в октябре, то мне кажется, куда мне кричащие, да, она девать? Куда мне их на себя одеть и на кого я буду похожа? Поэтому, конечно, да, всему свое время. Было время, когда были яркие тона, яркий макияж был там достаточно, да? А сейчас, конечно, другой макияж идет немножечко. Вот. Все должно соответствовать возрасту, чтобы не выглядеть глупо, как минимум. Здесь и тоже, знаете, вот тоже здесь вот все с блесточками, с небольшим таким сиянием. И, ну, опять же, вот они все разные. Вот вроде везде белый. Белый цвет и здесь, и здесь и в Диоре, и в Мэйбелин, и в Клиник. Везде как бы белый цвет, но, знаете, он вот здесь совсем другой. Здесь он какой-то слоновая кость переливающаяся. И тоже коричневый, но ни в одной палетке, ни в Диоре, ни в Мэйбелин нет таких вот коричневатых, даже не коричневых, какой-то коричневатый серый два оттенка. Один поле светлый, такой глубокий жемчужный, но там светлый жемчужный, а здесь глубокий жемчужный с коричневатым оттенком. А второй темный, он именно не коричневый, а тоже какой-то, знаете, смесь жемчужного и коричневого. Вот что-то такое, я не знаю, как это передать, да, в общем, все они разные. И при нанесении, соответственно, тона тоже разные абсолютно. В общем, ребят, вот пользуюсь, ну вот смотрите, три палетки, куда мне больше? Ну куда? Я просто не знаю. Знаете, всему же свой срок и потом, что мне с ними делать. Я вот смотрю, у меня некоторые девчонки обзоры показывают. Я, ну тоже не фанатка, но я так, знаете, люблю тоже быть в теме, как говорится, да, и смотрю какие-то обзоры, очень люблю парфюмерные обзоры. Очень мне нравится тоже девочка одна. Ну я так, девочки, я всех называю девочкой, да, там от 15, ну как бы, да, от 10, там не знаю, от 5 в 5 и до, там, да, 80 у меня, ребят, все девочки. Потому что я уже в такой возрастной паре, что, понимаете, как вот, как раз вот в средней, что я могу себе позволить назвать девочками всех, да, вот от и до. Поэтому, девчонки, не обижайтесь. Я надеюсь, что вот это всегда приятнее, чем вас назвали бы там женщина, да. Ну какая женщина там или еще кто-нибудь, да. Поэтому все мы девочки уже. Вот, к чему я вам, девчонки показывают свои обзоры, ой, пардон, слетела с темы, нравится мне одна девочка. И, кстати, моя подписчица, я на нее подписана тоже. То есть у нас не такая вот двойная подписка, я на нее, она на меня. И я смотрю ее обзоры с удовольствием. И сейчас я вам скажу. Боже мой, дай бог памяти. Зову Таня. Анечка, если вы меня сейчас видите, большой привет. Я рассказываю именно про вас. Подписчица мою зовут Таня. И кому интересно, я дам ссылочку на ее видео внизу в описании. И вы, если вам интересно, можете зайти посмотреть. И опять же, ребят, вот это я сейчас просто сказала. Аня об этом даже не знает, что я там как-то ее реклама. Это даже не реклама. Просто мне нравится, как человек рассказывает. У нее очень много парфюма. У нее очень много, я не знаю, может быть, она занимается Эйвен вот этой вот, да, продукцией. Может быть, просто она ее любит. Меня это совершенно не интересует. Меня интересует, как бы, да, подача и слушать про парфюмерные какие-то изделия. Вот именно, потому что много-много-много я там, да, много смотрю девочек. И там Аленка блог смотрю, и там другие какие-то блоги смотрю. Вчера какую-то новую посмотрела девочку из Германии. Ну, не знаю, девчонки что-то там, как-то там ее кто-то, кстати, рекомендовал. Я посмотрела, ну, на мой взгляд, вообще ни о чем, поэтому говорить не буду. Вот, а Аня какая-то такая душевная, знаете, у нее подача душевная, скромная, спокойная. Во всяком случае, мне импонирует. Поэтому, ребята, это вот на вкус и цвет товарищей нет. Мне нравится, как Аня все это дает, поэтому я на нее подписана, я слушаю ее и смотрю видео. Все, про это все. А, и к чему дальше? Дальше, дальше тема завернулась так, что у девчонок прям много-много-много, знаете, вот такие непаханные поля косметики. Наверное, это любовь такая к косметике, потому что я всегда думаю, ну, собственно, так же, как и к духам. Бывает, что шкафы ломятся, вот. Знаете, духи я еще могу как-то понять, потому что у меня есть духи, которые простояли 20 лет, 20 лет. И запах-то не такой сильный, но он есть, он присутствует, и он держится на теле. Я могу это понять, 5 лет духи стоят, это даже вообще без вопросов, 7 лет. Поэтому к духам, вот к большой коллекции я отношусь совершенно спокойно. И девочек очень-очень понимают, но косметика, она в принципе не вечна, да, там она там 2-3 года, и потом все. Ну, хорошо, 2-3 заявлено производителем, но мы все знаем, что производитель, как бы, да, определенные службы его поджимают, и он дает, да, гарантию вот на 2-3 года, а потом, как бы, срок годности исчезает. Но мы понимаем, что там еще, допустим, полгода или год вы можете пользоваться этой косметикой, никакие там вещества не разрушатся, ничего с вами не случится. И, в общем, понимая это, ну, еще можно как-то, да, там рассчитать примерно, насколько тебе хватит вот этой косметики. Ну, ребят, вот у меня 3 палетки, да, вот здесь. В Москве там будет отдельная, наверное, тема. По-моему, я не снимала еще, что у меня в Москве есть, потом покажу из Москвы. Ну, вот куда больше. Слушай, я просто понимаю, что, ну, наверное, за 3 года, конечно, я, я так думаю, что я это, возможно, и спну, ну, ладно, хорошо, за 4. Я использую это. Ну, если бы у меня, это 3 палетки. А если бы у меня их было 5 или там, да, у других же, и до там каких-то цифр доходит огромных, ну, не знаю, что с ними делать, солить их, что ли. А, в общем, да, стоит все-таки вот эта косметика прилично, там, да, всякие там Диоры, Шанели, Нанана, да, Клиники и прочие. И ну куда, выброшенные деньги на ветер я тоже не люблю. Вот так. Поэтому вот так. Значит, дальше. На этой теме не заостряем. Поехали дальше. Шанель. Вот эта Шанелечка такая, которая у меня есть. Это уже румяна. Вот такие вот, как бы, 3 в 1. 3 в 1. Я их... Тут такая маленькая кисточка к ним дана, но я не пользуюсь ей. Она, в общем, тоненькая, не очень удобная. Я, знаете, вот так вот перемешаю, перемешаю, все. В принципе, как и положено, да, вот так. Эх. Нет, ребят, у меня кожа загорелая, а они очень... Вот эта палетка, ой. Вот эта вот очень-очень нежная. То есть, несмотря на то, что здесь такой есть, как бы, интенсивный розовый, и такой вот интенсивный коралл, цвет очень нежный получается при смешивании. Поэтому я, знаете, вот так вот ей намешаю и сделаю вот так. А потом у меня идет растушевка чем-то другим. Чем-то другим это, ребят, вот этим. Это вот этой вот кисточкой. Ой. Я растушевываюсь уже так, да, окончательно. Вот такой кушишкой. Вот. Сейчас я ее помыла, она у меня просто чистая. Дальше. Значит, это что касается румяна, у меня здесь одни. Да, вот эти вот только, шанельевские. Все. Дальше у меня, значит, я уже показывала там в каком-то видео. Значит, у меня здесь есть хайлайтер, который я вот никсовский. Вот он, девчонки, да. Кто смотрел, если мои видео предыдущие по теме никс. Ну, вот этот вот, вот он и есть, этот никсовский хайлайтер, да. По лету я практически им не пользуюсь. Ну, мало-мало-мало. Но когда пользуюсь, то я тоже его наношу, как бы, да, вот, вот этой вот. Опять же, беру ту кисточку, чуть-чуть вот так. И иногда руками, а иногда вот чуть-чуть вот таким вот образом. Я ее, да, просто для блеска. В принципе, я, знаете, для удовольствия купила вот этот вот хайлайтер. Просто для удовольствия. Потому что он блестит, потому что, как бы, знаете, иногда очень красиво, когда там кожа у тебя там чуть-чуть вот под бровками, чуть-чуть здесь поблескивает. Поэтому это просто удовольствие. Так, дальше, что еще? Что еще у меня есть, с чего начать? А, ну, и кстати, а, тогда начнем вот так. Тональник. Какой тональный крем я использую? Ну, будем так говорить, что я использую, хотя это бывает очень-очень редко. Но, тем не менее, здесь у меня есть вот такой вот шанельский тональный крем жидкий. Вот, и он очень-очень неплохой. Да, вот он, шанелька. Я его вот тоже пару лет назад, наверное, точно купила. Там он пишет, что там светлая кожа, флюиды, источник молодости. На-на-на-на-на-на-на, да? Свечение и SPF 15. Но SPF 15 еще никого не спасало, да? Это очень маленькая SPF 15. Солнцезащитное, да? Свойство этого тонального крема. Но так, я им довольна. Вот, я пользуюсь им редко. Вот, и когда я пользуюсь, то вот у меня вот такой вот есть, да, он тоже сейчас уже как бы надо его помыть. Такой вот спонжик, которым все знают, как пользоваться. Вот, и я им пользуюсь. Еще у меня есть новый спонжик, ну, обычный, да, но я еще и его не пользовала. Вот он прям новенький-новенький у меня. Что-то как-то я до него все не дойду. Вот, поэтому, девчонки, если кто там увидит, не знаю, я была довольна этой шанелькой. Не знаю, довольна, довольна. Так, дальше про... Еще, знаете, хотела что показать вам, что еще? Консилер. Консилер у меня вот такой вот от фирмы Art Deco. Вот он, Art Deco. И, сейчас я посмотрю. Ну, знаете, я даже не знаю, что здесь показывать. Здесь все как обычно, да, вот такой вот он. Кисточка. И ты кисточкой локально, да, уже вот какие-то места свои, как бы, да, немножечко подправляешь. Я думаю, что все знают разницу между консилером и, господи, как его, дай бог памяти, и хайлайтером. Консилер работает на то, чтобы устранить какие-то там, да, не знаю, сыпь какую-то, покраснение, сосудики, прыщики, в конце концов. Какие-то синячки там, да, под глазами. Это мы работаем, тональник наносим, основу, да, а потом уже как бы сверху мы работаем консилером. Чуть-чуть, чуть-чуть. И плюс сначала надо немножко кожу увлажнить. Я тоже, кстати, этого не знала, а потом вот видео одной девочки посмотрела и стала так и делать. И действительно, знаете, потому что я когда накладываю, ну вот не ложится, нет, ложится, но плохо. Я еще думаю, боже мой, как люди им пользуются, я не знаю, консилер, консилер, думаю, ну плохо ложится, одним словом. Вот, а потом, знаете, стала смотреть, почему плохо ложится. В интернете лазила-лазила и нашла видео, где девочка говорит, надо взять кисточку влажную, и вот это место чуть-чуть, ну, к примеру, да, вот это место или там какое вам, может быть, вот здесь надо, прыщ скачу, чуть-чуть увлажнить и потом уже наложить аккуратненько такими, да, вбивающими капелькой движения, такими не сильными вбивающими движениями, похлопываниями, консилер. И нормально, и вы знаете, и пошло дело. Поэтому, кто не знал, может, я кого-то просветила, девчонки, ну и я рада. Вот, вот такой у меня консилер, периодически использую. Дальше, 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 дальше. Ой, девчонки, сейчас вообще позорище вам покажу, но, знаете, с элями, как говорится, кисти обожаю. Знаете, уже седала за рук, думаю, я когда приеду сюда в следующий раз, я куплю себе набор хороших кистей и вам покажу. В общем, пока у меня одну кисть, честно говоря, она тоже там наверху, я ее сейчас уже все разложила, и сейчас дошла до кистей и поняла, что их не три, а две. Одна кисть у меня наверху, она, я сейчас расскажу, более широкая. У меня здесь их всего три, и они такие, знаете, за трапезной малость. Сейчас покажу. Вот такие две, самые-самые простые, абсолютно вообще. Вот этой вот я пользуюсь как, как бы сказать, как карандашом, вот так скажем, да, я беру тени, наношу и просто как карандашиком вот так вот подвожусь. Вот так. И он, потому что он такой жесткий, и вот именно как карандаш он хорошо подводит. А вот эта у меня для, вот такая, абсолютно обычная, знаете, она 100-летняя, я даже не помню, чей она фирмы. В Литуале я ее покупала, чей фирмы, не знаю, была хорошей, но какой, дай бог памяти, не знаю, не вспомню. Вот, а вот эта у меня на растушевку всего-всего-всего. Ну, но, а большая кисть, которая у меня там, она более такая вот, да, широкая, она у меня на растушевку. Вот, знаете, вот так вот, когда мы делаем, когда я делаю, знаете, какой макияж для того, чтобы вот эти вот места, вот эти вот места, да, они как бы, ну, немножечко с возраста все равно опускаются, это и понятно. В моем случае это тоже есть, присутствует. Поэтому для того, чтобы немножечко обвисшее, ну, у меня не обвисшее еще, но, тем не менее, да, тенденция-то есть, как бы вот этого века немножко приподнять глаз, да, я, конечно, вот такой широкой кистью я делаю растушевку. Вот, поэтому и иногда аккуратно провожу вот этой же кистью под бровью, вот так вот широко. Ну, в принципе, все. Она у меня наверху не подвигает. Так, все, три кисти. Ну, знаете, не хватает, ну, понятно, что кисти есть у меня везде там, в каждой своя, там, здесь кисточка, да, в Шанеле, ой, в Диоре свои две кисточки. Естественно, я ими всеми пользуюсь, это тоже понятно. Но, как бы, да, вот такого набора, как там, да, знаете, как я хочу, у меня пока нету. Так, поехали дальше. А дальше, дальше, дальше у нас, девчонки, ну, давайте вот так, еще пользуюсь чем? Для бровей. Для бровей я использую или вот эту вот вещь, Эвелин Косметик. Я думаю, что многие знают, это, как бы, тушь для бровей, вот так скажем. Я вполне-вполне себе пользуюсь тушью для бровей. Вот такая кисточка. И, ну, да, обычно, 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 подводим, красим бровки и все. Знаете, и вот корректор для бровей. Ну, я довольна. То есть, вот это для бровей у меня. И вот такой вот обычный, я тоже его показывала, Никсовский серый карандаш. Я тоже его использую для бровей. Ну, обычный. Обычный, вот он, да, Никсовский. Я его показывала тоже. Цвет асфальт. Вот. Это для бровей я использую, но это в тот период, когда я, допустим, да, вот не крашу брови. В Москве я их все время крашу, а здесь, во Франции, я их не крашу. И поэтому я использую вот какие-то такие подручные средства. Дальше тушки пошли у нас. Пошли по тушкам. Девчонки, абсолютно недорогая, господи, боже мой, что за фирма-то у нас тушь. А, Макс Фактор. Ну, я ее обожаю. Я ее покупаю. Кстати, мне кажется, я не знаю, когда реклама у нас пошла, помните, вот это волюм, объем, там что-то ля-ля-ля, на-на-на, вот из этой серии. И давно-давно, я не знаю, чуть ли не с 90-х годов. Слушайте, я вот как стала покупать этот волюм, объем, Макс Фактор, и, по-моему, Мэйбелин тоже делала. Волюм, объем, девчонки, я просто вот, правда, или это мне так подходит, но мне подходит идеально. И причем стоит она, ну, я не знаю, чуть ли не дорого. В последний раз я покупала, ну, когда, не знаю, там, сколько она стоила, 600 с чем-то, что ли, рублей, 800, вот что-то, вот какой-то такой порядок. Знаете, это же не тысяча, не две, не три, правда? Поэтому вот, вот такая кисточка, вот он, да, вот такая вот обычная баночка, но это у меня коричневая. Я использую черную и коричневую, в данном случае это коричневая. В общем, девчонки, просто я к тому, что, ну, что переплачивать, у меня что только не было из туши. Одно время ланком был, потом, боже мой, я, вот, все-все было. Наверное, все марки, все самые дорогие у меня были. Но, знаете, хочу вам сказать, мне не все подходит. Мне не подходит, а, еще буржуа мне нравилась тоже. Вот помню буржуйские вот эти, вот я их называла буржуйские туши, мне тоже нравились, потому что они давали очень хороший объем. Помните, была такая, не знаю, сейчас она есть или нет, у буржуа такая была тушь двойная, да, с одной стороны белая, с другой черная. Она давала хороший объем, потому что у нее была такая, знаете, толстая хорошая кисточка, насколько я помню. Мне, например, очень подходило, я сначала действительно красила белым, да, вот создавала вот этот, как бы увеличивала ресницы, и потом добавляла черный, уже так, прочесывала хорошо ресницы. И они у меня, знаете, были вот такие вот, никаких нарученных не надо. Но, девчонки, если я покупаю просто, я несколько раз пробовала вот дорогие марки, ну, падает и падает, что я могу сделать? Вот, дорогие марки, те, которые не в волюм объем делают, а те, которые удлиняют ресницы, думаю, ну, да, я все удлиняю, да, да, я тоже удлиню, может быть, у меня действительно тоже там, как у коровы станут. Девчонки, ну, мне не подходят они. Я не знаю, в чем секрет, знаете, когда вот только вот эти покупаю для удлинения ресниц тени, о, тушь, у меня они какие-то, знаете, худые, знаете, вот именно какие-то вот редкие, худые. Ну, и ресницы получаются, не какущие. Поэтому я четко и давно поняла, что только волюм объем вот нужен мне. Ну, в крайнем случае объем и длина. Хотя все равно такие туши проигрывают просто объемным тушем. Знаете, это для меня. Поэтому я ни за что тут не радую, да, и ни к чему вас не призываю, я рассказываю, как у меня обстоят дела. Дальше. Девчонки, вообще капец. Я, честно, вот эта у меня тушь уже несколько лет. Вот эта вот, посмотрите. Она такая малюсичная. И, по-моему, я ее купила в каком-то наборе. Знаете, боюсь соврать. Ах, господи. Никс Эглорана, что-то вот, я не знаю. Я к чему вам сейчас скажу. Тушь просто классная. Знаете, когда обычно в наборах, вот я купила себе вот такую большую коробку. И, знаете, обычно в наборах, ну, как-то так, да, там, что-то, а что-то там, тушь там обычно, ну, так, как-то. Вот несколько раз совершенно какая-то не кокущая, можно ее там сразу выкинуть. Слушайте, здесь такая тушь была. Вы знаете, какая у нее кисточка толстущая просто. Главное, она объемная, все, что мне нужно. Ребят, я не знаю, уже давно нет у меня этой коробки, да. И я, вообще-то, честно говоря, боюсь даже согрешить. Вот я вам сейчас покажу, что за марка это была. Может быть, это вот тут написано. Смашбокс. Слушайте, может быть, это марка так называется. Пардон, да, за мою неграмотность. Но, знаете, я и не называю себя бьюти-блогером, да. Это у меня как бы постольку-поскольку. Поэтому, ребят, кто в этом разбирается, ну, пардоньте уже. Сейчас тоже упадет. Нет. Так что вот, посмотрите, если кому интересно, как это выглядит. И, может быть, это такая марка, Смашбокс, может быть. Хотя, мне кажется, что я такую марку не покупала. Может быть, даже и не слышала про нее. Вот, ну, не знаю, не знаю, девчонки. Просто, я к чему? Тушь, ну, просто классная. Просто классная. Я бы еще такую купила. Надо как-то, вот, может быть, этим озаботиться. Просто вот пока хватает. Поэтому я сейчас уже стала видео снимать. Думаю, блин, расскажу, какая просто классная тушь. Девчонки, и вот эта тушь Пупа. Пупа. Как вам ее показать? Вот так. Тоже у меня в наборе в Пуповском шла, которого уже нет. Весь набор я уже износила на себя. И осталась эта тушка. Ребят, никакущая. Вообще никакущая. Вот она как раз придавала, насколько я помню, глину. Я не знаю, что я ее не выброшу. Что я ее держу до сих пор. Смотрите. Смотрите, что это? Что это? Ни о чем. Я не знаю, что здесь можно вот этой вот, вот этой вот. Господи. Кисточкой. Что можно сделать? Я не знаю. Поэтому, в общем, наверное, скоро полетит в помойку. Так. Дальше. По карандашикам, наверное, быстро пробегусь, потому что у меня основной помады. Нет. Лучше про помады. Потому что у меня видео имеет тенденцию обрываться. Пусть лучше оно оборвется после помад на карандашах. Да? Пусть. Помады я больше люблю. Ой, девчонки, ну сейчас скажу быстренько. Вот эта вот штучка. Тут ее себе купила. Хочу ее забрать в Москву. Девчонки, конечно, понимают, что в Москве тоже такое есть. Но, в общем, заберу все равно. Вот. Это гель, парфюмированный гель для тела. Золотинки, да? Вот написано Ор, золото. Ну, поскольку у дочки свадьба, я так и думаю, я на эту свадьбу, так, знаете, себе какие-нибудь, там, не знаю, ручки, там еще что-нибудь. Может быть, грудь вот так вот здесь позолочу обязательно. Ну, в общем, знаете, что-то мне так прям хочется-хочется. Поэтому я ее попробовала. Правда, пахнет и блестит ужасно красиво. Ужасно красиво. Поэтому, в общем, такая ерундистика. Но я купила, порадуюсь. Вот. Так. Поехали. А, ой, девчонки, ну это ладно. Это все потом. Все это потом. Давайте по помадам. А то не успеем, боюсь. Значит так. Это у меня здесь что? Ну, ладно. Начну вот с этой. Это итальянская марка Essence. Матовая помада. И как бы она такая, знаете, как бы долгоиграющая, что ли, да? Вот написано во всяком случае так. Слушайте, я вот, это просто мой фаворит вот этого лета. Я ее обожаю. Она совершенно, тон мне идет просто на 100%. Кстати, какой тон-то? Ничего-нибудь, подождите. Или стерлась, или не написано. Потому что здесь нету, здесь нету. Очевидно, было здесь, но здесь все стерлось. Поэтому, если только вот потом покупать ее, подходить, да, я ничего здесь не увижу уже и вам не скажу, к сожалению. Вот. Ну, вот если только марка Essence и мат, да? Как бы матовая, долгоиграющая помада. Ну, я не знаю, как вам показать ее. Она такая, как бы, знаете, на вид густоватая. Вот так выглядит, знаете, как какими-то вот кашицей такой, густой. Слушайте, ну, она на губы ложится классно. Классно, без всякой кашицы, без ничего. Она, и знаете, когда вот вы на губы наложили ее, такой у нее вкус сладкий, как будто вот после конфетки. То есть ты так сама чувствуешь, да, что у тебя, я сначала первый раз не поняла, там, второй, третий, да, вроде ничего сладкого не ела, а губы прям вот такие. Потом поняла, что это эффект помады. В общем, помада классная, я просто ее обожаю, обожаю, буду искать в Москве. Так, с ней закончили. По Никсу пробегусь быстро, девчонки, потому что по Никсу есть отдельное видео. Кому интересно, посмотрите, у меня там женские штучки, косметика Никс. Поэтому пробегусь быстро, вот смотрите, чтобы не занимать эфирное время, да, говорится долго. Вот это у меня сейчас на губах, я не знаю, видно или нет. Вот это вот, как бы оранжевая, да, как сказать, вот она. Я очень довольна, очень мягкая, такая, знаете, в меру жирненькая, жирненькая, неправильное слово, питательная. Именно питательная, мягонькая. И плюс такой, знаете, под загар мне очень хорошо, и под определенный макияж. Такая, цвет такой, знаете, у нее не оранжевый, как она вот тут яркая такая представлена, да, нет ничего подобного, никакого оранжевого, какого-то некрасивого, броского, рыночного такого, да, или как женщина со строю площадки, да, вот такого никакого нету оттенка. А оттенок, наоборот, очень-очень нежный, натуральный. В общем, я пользуюсь с большим удовольствием. Так, следующий микс у нас был вот такой, вот, вот такой. Девчонки, ну я не могу сказать плохого, я почти все свои помады обожаю. Но это блеск, единственное, какой-то запах у него, знаете, вот, по мне не очень, это запах, потому что миндального, запах миндаля прям, вот, ну я не очень люблю запах миндаля. Ой, ну вот он прям миндалем пахнет, вот этот блеск. Но на губах мне он очень нравится. Тоже видео есть, поэтому оставляю его пока в покое. Так, и последний был никсовый, никсовый такой вот у меня блеск, да, вот этот вот. Но, знаете, несмотря на то, что он такой, как бы, яркий, такое впечатление, что он немножко малиновый, он классно ложится на мои губы, потому что мне, у меня губы достаточно крупные, и мне, это мои, кстати, губы, девчонки, потому что у меня уже некоторые спросили, ваши ли это губы. И вообще мне периодически этот вопрос задают, знаете, в разных местах разные люди. Ребята, это мои губы, они у меня с детства, я ничего с собой никогда не делаю, и ничего уж точно делать не буду в смысле ботокса, я имею в виду, вот в губы или там в какие-то другие места. Вот это пахнет вкусно, вот это пахнет вкусно, такой запах хороший, насыщенный. И на губах она, несмотря что малиновая, она не смотрится яркой малиновой, она принимает более мягкий оттенок, но именно такой живой, живой, достаточно насыщенный оттенок. Ну, прямо нюдовым я бы вот этот вот тон не назвала, но мне идет. Так, с Никсом пока закончим. Дальше, девчонки, сейчас я вам скажу. Вот такая помада от Елены Рубинштейн. Вот эта марочка. Вы знаете, что-то она вынимается вот так, бам, и вот так, да. То есть здесь так красиво, так много, а потом, да, открывается такой фитюлечкой, маленькой, совершенно простенькой. Вот она такая у меня розовая. Это вот, вот она у меня вот такой вот еще, да, достаточно большой стержень. Что вам сказать? Сейчас я попробую где-то. Она хорошо смотрится на загорелой коже. Я сейчас покажу вам. Ой, девчонки, наверное, не на то место намазала. Будет не очень видно хорошо. Подождите, я сейчас еще намажу. Девчонки, вот как-то так вот. Она нежная, она немного с перламутром. Поэтому я ее употребляю аккуратно, но на загар она идет хорошо. Вот, и я, в общем, ее люблю. Елена Рубинштейн. Так, убираем ее. Дальше у меня идет... А что это у меня, ребят? Бог мой. Сейчас мы найдем с вами, что это. Подождите. А, это клоранс. Вот, смотрите, это нюдовый клоранс. Вот здесь вот написано, вот здесь, вот внизу. Смотрите, пока не открыла, не вспомнила, что это. Это клоранс. Это клоранс за номером 747. И называется, знаете как, Жоли Руж. Это так, Жоли Руж. И, правда, Жоли... Ну, Руж тут и правда не пахнет, ребят. Это именно вот такой вот, смотрите. Как бы это вам назвать? Сейчас на свет сама посмотрю. Вот, ну, наверное, ну, я не знаю, и лососевым не назовешь. Знаете, розово-лососевый. Вот какой-то вот такой. Я боюсь, что у меня ничего здесь не будет видно вам на руке. Какой-то розовый лосось. Но он очень-очень нежный и тоже очень мне идет. Вот это вот, да, настоящий нюдовый, клорансовский такой вот, да, не знаю, как помада такая. Так. Дальше что? А дальше вот этим я пользуюсь редко. Ружин Лав и это Ланком. Вот, смотрите. Да, вот тут внизу Ланком. Ну, значит.